Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами одним из моих любимых рецептов муссового торта. Итак, нам понадобится для бисквита 150 грамм муки, 90 грамм сахара, 2 яйца, 10 грамм ванильного сахара, 10 грамм разрыхлителя и 50 грамм клубничного сока. Теперь для мусса 450 грамм холодных сливок жирностью 33%, 150 грамм сахара, 400 грамм клубничного пюре, 25 грамм желатина и 100 грамм холодной воды. Для желе нам понадобится 120 грамм сахара, 100 грамм клубничного пюре, 20 грамм кукурузного крахмала, 15 грамм желатина, 80 грамм холодной воды и еще 50 грамм холодной воды для замачивания желатина. Для начала приготовим бисквитный корж. Смешиваем яйца с сахаром, добавляем ванильный сахар и начинаем взбивать в пышную массу. Далее постепенно маленькими порциями добавляем муку. В последнюю очередь добавляем разрыхлитель. Дно формы для выпекания застилаем пергаментной бумагой. И распределяем тесто по форме. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 160 градусов 30 минут. Когда бисквит немного остыл, вынимаем его из формы, снимаем бумагу, выкладываем на решетку и даем уже полностью остыть. Остывший бисквит делим на две части. Нам понадобится только нижняя часть, поэтому кольцом диаметром 18 сантиметров вырезаем бисквит нужной нам формы. Далее для желе. В кукурузный крахмал добавляем 80 грамм холодной воды и тщательно перемешиваем. Затем 15 грамм желатина разводим с 50 граммами холодной воды и оставляем для набухания. Теперь займемся желе. В сотейнике смешиваем 100 грамм клубничного пюре, добавляем 120 грамм сахара и варим приблизительно 10 минут. Сахар должен полностью раствориться. Далее добавляем разведенный водой кукурузный крахмал. Снимаем с огня и добавляем уже набухший желатин. Дно и бортики кольца диаметром 20 сантиметров затягиваем пищевой пленкой. Выливаем наше желе и убираем в морозильную камеру на 4-5 часов. Когда желе застынет, при сборке торта не возникнет проблем и нам легче будет с ним работать. Теперь делаем мусс. В сотейник помещаем клубничное пюре. 25 грамм желатина разводим в 100 граммах холодной воды и оставляем на 15 минут. В клубничное пюре добавляем 150 грамм сахара и варим приблизительно 15 минут. Добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем. Затем перемещаем горячее пюре в любую емкость и оставляем до полного остывания. Тем временем взбиваем холодные сливки до стойких пиков. Чтобы сливки всегда хорошо взбивались, перед использованием поместите в морозильную камеру на 10 минут. Затем частями добавляем клубничное пюре и круговыми движениями аккуратно смешиваем со сливками. Если вы будете использовать замороженную клубнику, предварительно хорошо осушите с помощью бумажных полотенец, чтобы не добавлять в тесто влагу, иначе сливки опадут. Дно кольца диаметром 24 см затягиваем пищевой пленкой, чтобы в итоге получить идеальную поверхность для нашего торта. Бортики кольца я буду выкладывать канцелярскими плотными файлами. Также можно использовать ацетатную пленку. Швы я зажимаю канцелярскими зажимами. Половину порции клубничного мусса равномерно распределяем по форме. И аккуратно выкладываем желе. Затем на желе выливаем оставшийся мусс. Вращая бисквит, утапливаем его в муссе. В последнюю очередь пропитываем клубничным соком. Чтобы мусс схватился, убираем торт в морозильную камеру на 4 часа. Затем освобождаем торт, снимаем пленку и вынимаем. Я украсила торт топпинговым шоколадом и свежими листочками мяты. Также можно использовать зеркальную глазурь, предварительно охладив торт в морозилке минимум 6-8 часов. Приятного всем аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!